Ольга Бузова ждёт свидание с Егором Кридом. Милана Некрасова признала постанову на съёмках с аварией? Бывшая Дима Масленникова не хочет его видеть. Съёмки второй части Чебурашки, а Мина прокомментировала взрослое видео со своим участием. Всем привет! Это канал ЛогБлогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Состоялось открытие ресторана Егора Крида, Тимоти и Антона Пинского, которого они называют «Ифак и сук». Это обратная запись фразы «Гуччи кафе», которую они не могут использовать, чтобы не нарушать авторские права. Правда, инстуим до сих пор блочат якобы из-за большой активности пользователей, но мне кажется, бренд Гуччи тут сыграл не последнюю роль. На открытии присутствовало огромное количество звёздных гостей. Дима Масленьков с ребятами из Риги, Бустер, Влад А4, Клава Кока, Джиган, Григорий Лепс и куча других близких владельцам друзей. Были и неловкие встречи бывшей парочки Слава и Екадзе, которые вроде как остались с друзьями, но напряжёнка ещё присутствует. Сама же вечеринка прошла на ура, все высоко оценили блюда из меню и не только вкусовые качества. Если посмотреть на ценники основных блюд, они весьма демократичные, особенно для Москвы и Арбата, где пытаются всегда сделать чек повыше. Сегодня они работают второй день с полной загрузкой и даже небольшой очередью на улице. Пожелаем удачи и посмотрим, насколько успешно у них получится продолжать в таком темпе и дальше. Выцеплять же внимание Крида приходится сейчас не только фанатам, но и Ольге Бузовой. Егор на премии Жара, скорее всего, в шутку пригласил певицу на свидание без каких-либо дат и уточнений. Она же приняла всё всерьёз и ждёт хотя бы звонка от коллеги, которого хоть и считает другом, но уверена, что даже в таких ситуациях за слова нужно отвечать. Отвечаю за себя, за свои действия и за свои поступки. Вот кто меня пригласил? Егор Крит. Вот этот вопрос адресуйте, пожалуйста, ему, потому что пока фиксации в виде конкретного предложения я не получила. Очень Егора на самом деле люблю, уважаю, он очень крутой. У нас с ним давняя дружба, хорошая, приятельская, скажем так. Он сказал, вот, собственно говоря, ему вопрос и адресуйте. А вот бывшая девушка Масленникова Маша Гоголь вообще не хочет видеть Диму. Ранее они скрывали сам факт своего союза, игнорировали любые вопросы, но по прошествию больше полгода изменили позицию. Маша на шоу полностью открыла все карты и подтвердила, что они были вместе. Но вот на вопрос, вышла бы за него замуж, если он прямо сейчас бы пришел к ней с цветами, ответила утвердительно нет. Дима Масленников встанет перед тобой на одно колено и сделает предложение руки и сердца. Ты его примешь? Прости. Нет. Полиграф не согласен. Ну просто, ну все люди живые, иногда случается так, что голова все понимает, а сердце ему не всегда объяснит то, что происходит. Маме же стримера Фрейм Теймера пришлось изрядно понервничать, когда она увидела в интернете фотку сына с татухами под Моргенштерна. В силу возраста ей непонятны возможности фотошопа, поэтому появились несколько родительских наставлений, что в таком виде все его будут опасаться и никто не захочет иметь дело. Саша лишь на это улыбнулся и попытался через телефон потом объяснить, что вообще происходит. По сети разлетелась новость о начале работы над второй частью самого кассового на данный момент российского фильма «Чебурашка». Об этом поведал в интервью с журналистами актер Сергей Гармаш, сыгравший Гену. Спустя пару часов, правда, информацию принялся опровергать режиссер картины Дмитрий Дьяченко. Он не стал прямо отрицать, что продолжение будет снято, но пояснил, что работа еще якобы не ведется. Скорее всего, было так, что с Гармашем связались, чтобы обсудить участие во втором фильме, а для него это уже старт процесса. В том же, что «Чебурашка 2» будет, сомнений практически нет. Фильм окупил себя в 12 раз и наверняка повторит успех даже при неудачном сценарии. Все еще думали, что история теперь заменит в новогодние праздники привычные всем елки. Но не факт, что к январю 2024 они успеют, ведь первая часть снималась в общей сложности полтора года. Катя Адушкина поделилась историей начала своей карьеры и первых больших денег. Весьма популярна на просторах интернета она стала еще в 2016 году, когда ей было 12 лет. К молодой звездочке потянулись первые рекламодатели и предложили сняться в промо-ролике для бренда «Мармеладок». Она согласилась, так как показать его должны были аж по телеку. Правда, практически все диалоги Кати вырезали на финальном монтаже, оставили буквально секунду. Но за это ей все равно перечислили 200 тысяч рублей, что в таком возрасте просто космическая сумма. Именно в те моменты она набивала первые взрослые шишки, чтобы сейчас получалось зарабатывать в десятки раз больше. Можно вечно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как Валя Карнавал пропадает из интернета. Бандитку вновь потеряли из тех соцсетей, но в этот раз есть серьезное оправдание. Весь график занимает сейчас съемки подкастов для первого канала, а также тиктокершу пригласили стать постоянным членом жюри в шоу «Удиви меня». Вместе с Амином они заменили Аню Покров и Карину Кросс. На выходных прошли съемки сразу трех выпусков. Куда к ним придет Мигель, после заглянет Даша Доши, а следом удивляться способностям участников будет Илья Эксайл. В телеге пошла новая волна взломов телеграм-каналов, под которые попал бывший участник Дрим Тима Влад Левский. От его имени начали публиковать сообщения с возможностью заработать из воздуха огромные деньги на криптовалюты. Типа, скиньте мне немножко на карту, а я вам верну уже множко обратно. Не ведитесь никогда на такое, пожалуйста, все это типичный скам. Взлом уже подобное происходит по невнимательности самих владельцев. Есть единственный способ, это заставить человека ввести свои данные на каком-нибудь подставном сайте, что Влад, видимо, и сделал, лишившись в итоге аккаунта. В 2020 году чудили каждый день тиктокеры, а теперь это делают лайкеры. Лера Юникорна опубликовала в своем канале милое видео, как она поздравляет подругу с днем рождения тортиком в лицо. Но закончилось все это не очень приятным падением. И ладно, если бы она просто что-то порвала или поцарапала, блогерша умудрилась сломать палец. Милана Нюкрасова тем временем продолжает пытаться подловить на теме постановы в ролике с аварией Жени Лизагуба. Кто внимательно наблюдал за ситуацией, они не раз заявляли, что у нее сотрясение, которое диагностировали врачи. Но сама она в комментах почему-то данный факт опровергает, из-за чего возникает еще одна несостыковка. Скорее всего, тему аварии подняли во время первого большого интервью с Женей для Пушки, который отсняли вчера. Вряд ли его, конечно, там выводили на чистую воду, да и он не будет сам себя раскрывать. Хотелось бы посмотреть подобные вопросы под детектором лжи, чтобы окончательно закрыть тему и расставить все точки. Сегодня еще Милана прилетела в Москву, чтобы сняться в клипе на песню «Девочка Уэнсдэй». В чарт-трек так и не попал, но ребята, видимо, уж очень хотят сделать несколько красивых любовных кадров. Не удивлюсь, если мы увидим поцелуй, который так давно ждут все их фанаты. Амини же последние пару дней приходится сталкиваться с хейтом из-за 18 плюс ролика с якобы ее участием. Некие умельцы-админы Павликов для грязного пиара с помощью нейронных сетей приделали лицо стримерши фильм для взрослых. Кто-то сразу понял, что это фейк, другие же поверили и повелись. А самое обидное, что во вторую категорию ваши родственники. Они сейчас названивают Аминия, осуждают ее и желают плохие вещи. Мое лицо наложили на видео с какой-то п***ю, это распространяют. Мне пишут мои дальние родственники с Азербайджана, желают мне с***ть. Это будет жестко. Мне реально страшно, до чего может дойти искусственный интеллект в будущем. Сначала это было смешно, забавно, что люди фотошопят мое лицо, накладывают на видео. Но представляете просто, с чем мне приходится сталкиваться с этим. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.